Ой, что за подруга? Походу, этот к нам. Утренний позитивный салют! И сегодня я газую туда, в горы. Традиционная еженедельная вылазка на источник. И у меня есть отличная новость для меня и для, возможно, всех предпринимателей Кыргызстана. У кого бизнес связан с туризмом, в конце августа я еду как приглашенный йога-чичер, ну и тантра-мастер, по совместительству снова в Кыргызстан. Это особое искусство годами снимать влог про пати девушек, путешествуя, а потом в один из выдающихся дней вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Так, бах! Господа, на самом деле этот влог произойдет перед духовное развитие. Ну, жить я буду в том же самом отеле-резерте, которым было до этого в Пастырях. И, в принципе, вы видели это уже во всех видео до этого. Поэтому там, наверное, снимать-то нечего. Отсюда и родилось предложение. Меня зовут Грэм, мастер-рэм. И пока мы сидим, да, встретили, бро, what's your name, бро? Филипп. Филипп из Аустрии. И мне он напоминает SuperTrumpe Guy, потому что он хотел прийти из Киргизии через большое Алматинское озеро. И не пришел, потому что, ну что, там валево, там заслоны. И вот он сейчас с нашей стороны пытается туда добраться. И вот он сказал... Такой скромный парень, около 50, забывчивый. Даже такие ребята двигаются здесь, с нами в автобусе. Ну, как всегда, разговор скатился про секс-пати в Чехии. И, оказывается, от Австрии до Чехии 10 минут езды. Филипп обещал быть нашим проводником. А Настя говорит, а я хотела выучить английский. И, в общем, мы уже заказываем билеты сейчас, и тоже туда. Такие девчонки там очень быстро учат английский. И мы уже почти в горах. На минуточку. Но Филипп говорит, вообще он выживает в горах. И я понимаю, почему. Потому что может спать просто до сегу. Вот это я. Шплет. Он мощен вообще. Это астрийский шплет. Окей, let's go. That is our bus. Все, вывалимся из автобуса. Да, и что. Ну, вон наши тачки все стоят. Поедем, мы-то поедем на такси. Закинь Филиппа тоже. На лучшей тачке. Это самая лучшая тачка Гольф-2. Есть и спортуха, купешка. И вот с Агашкой поедем. Ты назад? О май гад, я снимаю. Да, тема. Не закрывай, моя касса, у нас там. Романтическая купешка, ничего себе. Своих не бросаешь на кафе. На работу заедем. Там вот подработаем волонтерами немножко. На календаре. На календаре. На календаре. На календаре. На календаре. И не может не броситься в глаза, как кыргызы любят свою землю, свою родину. Когда я снимал в Индии, понятно, я говорил на русском. Им это не надо вообще смотреть. Зачем на это наблюдать им? Они живут в своем замкнутом полуострове Хиндустане. Им на все пофигу. Когда я приехал в Казахстан, здесь вообще особой активности. Но максимум комментариев. А, бро, ты что, с Алматы? Ну, я тоже. Как будто настолько уже все переели, все пересмотрели. А, Чубулак, Мидео, Чунджа. О, скукотища. Ни харизма, ни подачи, ничего не интересного. И вдруг Кыргызстан. Коменты разорвались. Бро, брат, ты снимаешь нашу родину. Нашу землю. Мы любим Иссыкуль. Спасибо тебе, что ты это делаешь, что ты показываешь, что ты рассказываешь. Спасибо. Мы фигачим гастробайти в Москве. Но мы мечтаем, когда мы вернемся домой, назад. Обнимем землю, скупаемся в Иссыкуле. Я потрясен вот этим. Неожиданно каждый день по 100 новых подписчиков. Я уже просто амбассадор Кыргызстана на просторах Ютуба. И поэтому у меня родилась гениальная мысль. Ну, как у меня родилась. Она у всех рождается, блогеров. Потому что ради этого все, они затевались. Если ты досмотришь это видео до конца, то ты увидишь, как Настя принимает родоновые ванны в купальнике. Я хочу выразить искреннее уважение к кыргызам за ваш патриотизм, за вашу любовь к вашей родине. Потому что благодаря этому канал просто стартанул в голову. И вот в современном мире коллабораций, коопераций, где люди продвигают друг друга. У меня есть предложение к людям, которые занимаются туристическим бизнесом, организацией, экскурсий, да любую интересную движуху. Вот, например, я узнал, что на Иссыкуле есть дайвинг. Но кто об этом знает? Цены, условия, где это находится, да никто не знает. А хотелось бы посмотреть, поснимать, прочувствовать. Все, пожалуйста. Так вот, давайте коллаборироваться, давайте взаимодействовать. Если я уж еду все равно туда, то вы можете мне что-то показать. Какая-то экскурсия, какой-то отель, гисхаус. Да я не знаю, мы же просто кыргызская свадьба. Это же круто. Все же хотят узнать, что там у вас происходит. Вот, например, это видео, где мы ходили на теплоходах. Ну, это же класс. Ребята мне даже не платили, да я сам платил там за вход. И вдруг на шару на ровном месте 85 тысяч просмотров. Естественно, если я сейчас приезжаю туда на этот теплоход, вот они меня встречают, я говорю, hello, cap. Он говорит, а, дорогой, заходи, куда ты хочешь. И мы пойдем на теплоходе. Не поплывем. Не знаете, кто у нас плавает. Моряки ходят. Сезон в Кыргызии. Очень хоро так. Надо успеть, чтобы максимально огромное количество людей увидели то, что вы можете им предложить. Или вот, например, взять это кафе. Сестра моего армейского друга. Да даже можно сказать, вначале-то, конечно, мы были незнакомцы. А потом постепенно мы заколлаборировались там в армейке. А сейчас мы уже братья. И вот она организовала это. Конечно, можно это где угодно снимать, не сесть, болтать. Но я бы хотел, чтобы это было здесь. Потому что я хочу, чтобы об этом классном месте узнали как можно больше людей. Кафешка находится рядом с Мега. Мега вон там. А всем известно, Мега это просто полигон по пикапу, девчонок. И я как мастодон. Все? Закончили? Давай еще раз. Да, но я как проверенный опытными боями пикапер вам скажу, что сейчас все сидят в тиндере. И на самом деле, когда ты там сидишь, ну это такая скукота. Там безликое общение, его просто переизбыток. Эти бесконечные сотни тысяч раз. Привет! Как дела? Надо что-то понимать. Нет энергии. Но какое другое ощущение, когда ты глаза в глаза, бам! Глаза в глаза смотрят люди. У них идет общение. Они чувствуют вербалику, энергетику, взгляды, интонацию, ее смех. Его рандомные вопросы, которые он придумать не может. Это круто. Поэтому, когда ты вытащил девчонку с Меги, первое правило пикапа, уводишь ее под дачу самых шумных мест. Ну что, вы все сломали? Начинай делать вид, что вы не родственники. Что делать сейчас в такие времена? И первое правило пикапа. Ты нашел девчонку, которая тебе нравится. Ты ее забираешь из общественного места в самое уютное, спокойное, cozy, not noisy place. В общем, взял красивую девушку и заходишь весь такой на шарнирах. И ты заходишь, что такое говоришь. И пройтись как-то. Мне как обычно. И там не будет такого, что? А что еще за как обычно? У нас только кофе. Мне как обычно. О, Роке! Вы нашли время зайти в наше заведение. Сейчас все будет. Вот Юля заскочила, кстати, заказала. Ты что видишь здесь заказывать? Орио. Орио. Тебе нравится как готовить здесь? Я тебе не нравится. Ты прям, и чё к вам здесь засядешь? Такая романтичная. С наушниками будешь кайфовать. Да. В общем, мои кыргызские братья, со всем уважением к вам. Если у вас есть какая-то идея, вы сейчас посмотрели это видео и подумали, а почему бы нет? Почему бы не взять этого парня и не свозить его в горы, в юрту, опустить его на дно из цепулей, на каком-нибудь наутилусе, батискафе, прокатить на лошадях, что угодно? Я обожаю снимать обзорные видео, рекламные видео, видео о новых местах, о путешествиях, а главное, мне интересны люди. Вы же видите, с какой подачей, с какой харизмой, с каким посылом, с какой идеей, как я снимаю видео. Если, посмотрев это видео, у вас появился отклик, какое-то желание, какой-то энергетический заряд, сделать офигенный фильм о любом мероприятии, о себе или о своем бизнесе, или о своей услуге, или о своей экскурсии, да боксинг хоть о чем угодно. В описании будет ссылка на телеграм-канал, который очень полезен. В него можно давать любую рекламу на любые темы, либо через фейсбук, либо через инстаграм. Вы можете меня найти, и мы сможем сделать совместочку, сделать какой-то видос, который будет выгоден, интересен и вам, и туристам, и местным жителям, кто хочет просто показать и рассказать о том, как вы живете, что вас волнует, и что у вас интересного там происходит. Вот это, кстати, из риса, я так понимаю. Это как лизунам, прикиньте, поцеловать один в один из-за охотников с привидениями. Спорт это длинный. Жаль, я туда чуть-чуть. Детя такова, что можно получать энергию. Блан, ты начинаешь делать, идет энергия. Перед тем, как начал делать, да ну, неохота, не надо, значит, надо. Надо полежать, повтыкать в интернет и вдруг первое отжимание. Второе. Швейте, и ты машина! Пам, грудной пам, чужики на пыль железе. И современный мир это мир и время коллабораций. Видите, мы делаем, и девчата тоже присоединяются, пытаются отжиматься. Обмен, обмен энергии, обмен знаний, обмен деньгами, обмен уровнем и кайфом жизни. Это андеграунд, журналист, до сих пор не знаю, как вы институт занимаете, как ги-и-ку. Я по привычке. Ура! 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 Ура!